Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова после отримания неприемного диагноза не может никто. Сгодно с дадинами отдела профилактики Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, до наших дней дожила полова вишенфицированных, выявленных у Светлогорску 20 годов тому. По словах медиков, с ужасной методикой лечения дозволяют значно продолжить час життя, головное выявить хворобу на ранних стадиях. Светлогорский район – это тотальный скрининг, потому что Светлогорский район определенной возрастной категории есть пораженность 10%, даже процентов. Поэтому было принято решение тотально проводить скрининг, но опять-таки согласие населения. Мы не можем обязать обследоваться, но люди понимают, идут на обследование, и это дает свои результаты. Ведь сам смысл дополнительного скрининга в том, что чем раньше мы выявим этого человека, раньше назначено будет лечение, и тем самым уменьшается вирусная нагрузка, и, естественно, вероятность инфицирования тоже уменьшается. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Ялген Макеенко. Отель радиокампания «Гомель». Глядите, заутро в 18.10 у промым эфиры телеканала «Беларусь-2» новый выпуск программы «Дайалог». Гость студы, загадчик отдела профилактики «Вичсниду» Гомельского областного центра геены эпидемиологии и громадского здоровья Олег Суятнов. Свои пытания вы можете задать по телефоне промогоэфиру «Гомели» 77 68 45. Семинар по экспериментальной и инновационной деенности пройшел сегодня у областным центры. Мероприемство отбылось у Гомельским державным профессийно-техничным колледжи электротехники. Навучальное установление у першини установится пляцовкой для проведения не только областных, а и республиканских навуковых сустреч. Что год педагоги из лицеев и колледжи в области сбираются, как поделиться своими напрацовками, выниками инновационной деенности и доследшинскими планами. Господары семинара колледж электротехники. Звыж 30 годов он займается экспериментальной деенностью. Гонорапошних двух годов – организация пазакласной работы с навученцами у гуртку робототехники. Установа аддукации 1 у Гомельской области, где займаются по гэтым накерунку. Збирают роботов со специальных конструкторов лего. Отрымливаются механизмы с зададенными параметрами. Потом подключаются до компьютера и программируют. Мы стали иншыми. Гэтая фраза стала галунной у театрализованным представлений, поставленным артистами городского центра культуры. Историю людей, которые жили в военный час, на сцене разыграли двое молодых актеров. Первыми глядачами стали старшоклассники и навученцы средних специальных навучальных установ областного центра. Сюжет спектакля разгортывается на фоне такой паде, як вызволение Гомеля. На протягу всей программы на великим экране были представлены панорамы города над Сожем. Для этого были использованы редкие архивные записы. По программе так само заденечены хореографичные и вокальные коллективы. А кроме того, со сцены прогучали две премьерные композиции, написанные талиновитыми гомельскими композиторами. За основу была взята пьеса Кира Булычева, советского фантаста. Мы ее переработали, адаптировали под сегодняшнее мероприятие. И специально для молодежи попытались донести эту мысль, что разный разрыв времени, по-разному воспринимается информация. И сегодняшние наши будни зачастую очень легкие, простые. И пытаемся показать, в общем, то, как это непросто было достичь. У городским центру культуры заплановано 4 показы. Спектаклю бачать больше, как 2000 юных гомельчан. Одразу два бойные с поборництвы по кюкушинкан карате пройшли у Гомеля у палацы гульнявых видов спорту. Молодь выявляла мощнейших на турниры сакуры над Сожем. Дорослые спрачалися за узнагороды Кубка Гомеля. Або два турниры мают богатую историю, якая наличвая больше за 20 годов. За этот час поборництвы стали стартовой пляцовкой для многих спортсменов, которые позднее завоевывали у знагороды на международной арене. Турниры избирают мощнейших каратистов с Белоруссией, Россией, Украиной, Таджикистаном и других краин. Многие приезжают в Гомель шмат годов запор, притягивая узровень и организация. Например, Украина в этом году делеговала на турнир каля 30 спортсменов. Мы в Гомеле всегда получаем от соревнований удовольствие, позитивные отношения, всегда такая атмосфера хорошая, всегда хорошее судейство, доброжелательная такая атмосфера царит на соревнованиях, дружеская. Поэтому нам всегда приятно сюда приехать, всегда приятно пообщаться. Мы получаем только удовольствие от этих боев и от турниров. В этом году наузнагороды смагались больше за 200 удельников. В программе кумите это поединки, это мишевары, разбивание твердых предметов участками тела. У видовищности этому виду спорту не отмовишь. Бои проводятся в полный контакт. За поединок соперники поспевают наносить десятки ударов, як руками, так и ногами. Молодежный турнир собрал большую колькость удельников. Напала эмоциональность, содрознивают с поборництва юных каратистов. Часом судя мне легко вызначить переможцу. Конкуренция такая, что проходных боев нема и быть не можем. За узнагороды у каждой категории доводилось серьезно позмогаться. Взрослые мужские категории у нас состоялись очень неплохо. Я думаю, в среднем это где-то 10-18 человек. Поэтому противостояние. Чтобы человеку дойти до финала, надо продраться 3-4, а то и 5 боев. Успоборництвах приняло удел коля 40 спортсменов с Гомельской области. Без узнагороды господары не засталися. Золото Кубка Гомеля у ваговой категории до 80 килограммов завоевал спортсмен Скалинковича у Дмитри Каныш. Не было ему ровных у Тамишевары. У категории свыше 80 килограммов гомельчанин Олег Крычевцов занял третье место. Сярод молоди, больше медалистов. Перамужцами Сакуры над Сожем стали Кирилл Базар, Даниил Пантелеев, Илья Сипенко и Катярына Юшкевич. Другие места завоевали Артем Новиков и Антон Заводенко. Бронза у Размика Галстяна. Максим Савин, Александр Токароу, Телерадоя компания Гомель. И на гэтым выпуск завершенный. У студии працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам доброго вечера. До новых сустреч.